Здравствуйте! Я Павел Юрасов. Это программа «Область новостей». Вас ждёт полная картина дня глазами моих коллег. После благоустройства двора подъезд остался без двери. Продолжение истории жителей дома на Николая Верты в репортаже Дмитрия Сергеева. Что ж, какого-то однозначного решения пока нет, поэтому итоги подводить трудно. Нужно ещё сделать экспертизу, выяснить цену вопроса и многие другие нюансы. Но, как минимум, дело сдвинулось с мёртвой точки. А мы будем продолжать следить за ситуацией. Переработка нового урожая. На предприятии, которое каждые сутки перерабатывает 6 тысяч тонн сырья и выдаёт тысячу тонн сладкого лакомства, побывал Дмитрий Шапкин. Чтобы стать готовым продуктом, сырьё должно пройти несколько десятков технологических процессов в течение 24-х часов. В итоге один кардеплод весом 1 килограмм выдаёт около 160-170 грамм вот такого белого чистого сахара. Подсчёт голосов осуществит КАИП. Что должен знать оператор такого комплекса и как правильно с ним обращаться, узнала Яна Ильина. КАИП очень умный аппарат. Он распознает любую ошибку, которая допущена в бюллетене. Например, вот этот бюллетень, где несколько галочек, и этот, где нет ни одной аппарат, примет. Но эти голоса не будут учтены. Создание новых культурных объектов и развитие уже существующих. С какими конкретно предложениями деятели культуры обращались к губернатору, расскажет Юлия Савушкина. В рамках встречи с деятелями культуры Александр Никитин также сообщил о выделении свыше 120 миллионов рублей из федерального бюджета на создание в Тамбове Центра культурного развития. Предполагается, что он станет репетиционной базой и площадкой для выступления ансамбля «Цвета радуги». Виновнику резонансного ДТП в центре Тамбова может грозить до 7 лет лишения свободы. Судьбу водителя решит суд. Авария на пересечении улиц Широкой и Подгорной произошла 13 января. УАЗик двигался по главной дороге, когда в него влетела приора под управлением 39-летнего мужчины. Как оказалось, в последствии водитель легковушки был пьян. От удара в бок внедорожник несколько раз перевернулся и вылетел на приусадебный участок частного дома. В результате происшествия водитель автомобиля УАЗ, как я уже сказал, мужчина 92-го года рождения, погиб от полученных травм на месте происшествия. По факту ДТП тамбовские полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас его расследование завершили. Материалы с обвинительным заключением направили в суд Октябрьского района Тамбова. Водителю приоры грозит от 2 до 7 лет лишения свободы. Известно, что ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, кражи и мошенничество. В Тамбовской области приступили к переработке сахарной свеклы нового урожая. Первым стал Уваровский сахарный завод, который уже неделю выпускает готовую продукцию. На предприятии, которое каждые сутки перерабатывает 6 тысяч тонн сырья и выдает тысячу тонн сладкого лакомства, побывал Дмитрий Шапкин. Каждые 15-20 минут к этому бункеру подъезжает грузовик с прицепом и выгружает по 23-24 тонны сахарной свеклы. В сутки таких машин бывает более 300. В этом году на заводе ждут, если не рекордный, то уж точно богатый урожай этой сельхозкультуры. Довольно-таки нестандартное было лето, период вегетации сахарной свеклы. Определенные проблемы мы испытывали в качестве сырья на отдельных этапах. Но на сегодняшний день дегестия составляет 18,50-18,70, что в общем-то довольно-таки комфортный показатель для работы предприятия. Сразу после выгрузки корнеплоды потоком воды вставляют в главное помещение завода – огромный многоэтажный цех. Две мойки очищают от грязи 250 тонн свеклы в час, действуя как огромные миксеры. Затем сырье поступает в четыре свеклорезки – этакие гигантские мясорубки, которые превращают корнеплоды в тонкие полоски. Следом уже скрыты от глаз технологические процессы – выжимка соков с помощью прессов, их многоуровневая фильтрация и очистка, а затем сатурация, насыщение газом от гашеной извести, чтобы на выпаривании не было накипи. Все происходит в километрах труб и больших емкостях вокруг. Этим сложным хозяйством руководят вот отсюда, из Центра управления заводскими линиями. Обновляем и станции фильтрования, у нас в последние годы были обновлены, поставлены голландские пресса АМА, поставлены пресс-камерные фильтры производства Джинджин в Китае, приобретены центрифуги первого продукта, БМА Русланд, и приобретены центрифуги второго, третьего продукта. После процессов очистки образуется сладкий сироп, который раскладывают на составляющие вот в этих центрифугах. Их, кстати, совсем недавно обновили. Как и вот эти три станции фильтрации. Модернизация здесь уделяет внимание ежегодно. Если ко мне на станцию приходит, этот, САКА приходит, то я уже свои станции отдаю уже на аппараты сироп. Да. Сироп. Ну, слежу за сухими веществами. Вот сейчас сухие вещества 69 и 8. И вот, наконец, перед нами готовый сахар. Поэтому транспортеру он еще влажный, отправляется на сушку, а затем и на склад готовой продукции. Чтобы стать готовым продуктом, сырье должно пройти несколько десятков технологических процессов в течение 24-х часов. В итоге один корнеплод весом 1 килограмм выдает около 160-170 грамм вот такого белого чистого сахара. Как пояснили нам, сейчас сахар отгружают постоянно. Он практически не залеживается на складах. Реализуют его в крупные сети, а также за границу. Несколько тысяч тонн уже купил Казахстан. Планы в этом году у завода серьезные – нарастить производство сладкой продукции на 20%. До 120 тысяч тонн. Это позволит предприятию закрепиться в тройке крупнейших сахарных заводов региона. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей. До открытия избирательных участков чуть больше недели. Подсчет голосов остается одной из самых серьезных и важных задач каждого голосования. Раньше данная процедура занимала долгие часы и нередко завершалась ближе к утру. Теперь минимизация человеческого фактора при подсчете – одна из основных задач. Помогает в этом КАИБ. Комплекс обработки избирательных бюллетеней используют в регионе с 2011 года. Что должен знать оператор такого комплекса и как правильно с ним обращаться, узнала наш корреспондент Яна Ильина. Обучение работе с комплексами обработки избирательных бюллетеней включает в себя два этапа – теоретический и практический. В течение пяти дней правильно обращаться с КАИБами научатся 132 оператора – подвое на каждое техническое устройство. Это КАИБ-2017. Такие электронные урны, как привыкли называть их в народе, разместят на 66 избирательных участках города Тамбова. КАИБ – очень умный аппарат. Он распознает любую ошибку, которая допущена в бюллетене. Например, вот этот бюллетень, где несколько галочек, и этот, где нет ни одной аппарат, примет. Но эти голоса не будут учтены. Вот этот бюллетень. Здесь нет печати избирательной комиссии. Аппарат не примет вообще. Владимир Стрыгин помнит бессонные ночи подсчета голосов. Работать на выборах он будет не впервые. Но теперь, надеется он, все станет намного проще. КАИБ распределяет правильно оформленные бюллетени и по политическим партиям, и по кандидатам, учитывает каждый голос. Из того, что нам сейчас рассказали, соответственно, можно так сказать, преподаватели, то есть для избирателей этот аппарат не представляет какой-то сложной техники. То есть единственное, что нужно сделать, то есть оформить бюллетень, то есть сделать свой выбор, проголосовать в избирательной кабине и опустить бюллетень в этот аппарат, то есть, соответственно, правильным образом, то есть лицевой стороной вниз. Голосование продлится три дня. По каждому дню КАИБ будет распечатывать контрольные данные. Воскресенье – заключительный день голосования итоговые. Во избежание вбросов бюллетеней у КАИБа предусмотрена функция блокировки. После завершения каждого дня голосования, а именно после восьми вечера, опустить в него бюллетень будет невозможно. В КАИБе предусмотрена процедура тестирования. То есть КАИБ тестируется, вот как раз операторы сейчас готовят свои учебные комплекты бюллетеней для тестирования. Тестирование у нас происходит и во время тренировки, когда они в четверг будут тренироваться, а также главное тестирование, режим работы тестирования у нас также будет проходить еще в день голосования, в пятницу, до начала голосования. Операторы КАИБ также проходят специальный инструктаж и на случай внезапной поломки аппарата и знают, что делать в той или иной ситуации. Кстати, при отключении света на участке КАИБ продолжит свою работу. Устройство оснащено мощным аккумулятором. Яна Ильина, Николай Иванов, Александр Щеднов. Область новостей. Недавно мы рассказывали о доме на улице Николая Верты, один из подъездов которого лишился двери после благоустройства двора. Хорошая новость. На проблему, наконец-то, обратили внимание. К жителям приехала целая комиссия из представителей различных профильных служб. А нашли они решение или нет, узнал Дмитрий Сергеев. В июне по программе благоустройства во дворе дома положили свежий асфальт. У одного из подъездов его уровень значительно поднялся, из-за чего пришлось удалить дверь. Иначе обновленное покрытие ее бы заблокировало. Новую в образовавшуюся лазейку поставить невозможно. Жители сделали небольшую кирпичную кладку в качестве импровизированных ступенек. Но без двери, конечно, оставаться нельзя. Неудобно перемещаться, в дом может зайти кто угодно, да и все осадки попадают внутрь, а ведь впереди зима. Примечательно, что с другим подъездом этой проблемы не возникло. Там установлены новая дверь и козырек. Ну а какое ваше предположение? Почему у них получилось, а у вас не получилось? Они еще поставлены, этот козырек, года три назад или больше. У нас не получилось. У нас уперлось вот в эту балку, чтобы... Ну у них что же самое было? Нет, у них так не было. У них дверь, она выше. Все то же самое, абсолютно. Она выше, выше. Вон двери стоят, посмотрите, какие они. Конечно, можно долго выяснять, как было и кто прав, но проблема остается проблемой, и сама себя она не решит. В итоге жителям предложили два возможных выхода из ситуации. Здесь, на протяжении шины двери, можно сделать понижение асфальтового покрытия, для того, чтобы у вас дверь была на уровне, на котором была до ремонта. Это первый вариант, да, который может вас устроить, может вас не устроить. Второй вариант, когда... Можно вопрос, я перебью вас, извините, конечно. А мы сделаем здесь уклон, вода туда или туда? Вода будет, в любом случае уклон будет сделан на зеленую зону. Второй вариант – вырезать балку, перемычку, оставшуюся на уровне головы и мешающую поставить дверь, предварительно убедившись, что конструкция эта не несущая. Однако есть один весомый момент. Манипуляции с асфальтом и с самим домовладением – это две разные составляющие законодательства. А именно, в первом случае выемку в покрытии сделают за счет подрядной организации, а вот во втором расходы придется оплатить собственникам жилья. С точки зрения удобства, жители изначально склонялись к тому, чтобы срезать балку. Значит, мы выбрали второй вариант, просим у вас немножечко времени для того, чтобы оценить, что и как. Но, я еще раз повторюсь, козырек у вас оплачен, и дверь – это общедомовое имущество. Мы к этому отношения. То есть дверь нам никто так и не сделает? Ну, власть точно нет, потому что это общедомовое имущество. Варианты мы какие-то рассмотрим. Давайте посмотрим. Следует подчеркнуть, что приблизительная договоренность достигнута только на словах, и это не последняя встреча по поводу проблемы с дверью. Что ж, какого-то однозначного решения пока нет, поэтому итоги подводить трудно. Нужно еще сделать экспертизу, выяснить цену вопроса и многие другие нюансы. Но, как минимум, дело сдвинулось с мертвой точки. А мы будем продолжать следить за ситуацией. Дмитрий Сергеев, Олег Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей. За прошедшую неделю сотрудники ЦУР Тамбовской области обработали почти 1300 вопросов местных жителей. Больше всего жалоб направили жители Тамбово, Мичуринска и Рассказово. Обращения поступали через приложение госуслуги «Решаем вместе», а также из соцсетей ВКонтакте и Инстаграм. Обращения касались темы вакцинации, жители волновали сроки в листе ожидания. А также сотрудники ЦУР зафиксировали вопросы по качеству дорог и благоустройству территорий. Продолжаем выпуск. В темное время суток без опаски теперь могут передвигаться автомобилисты Сосновского района. Несколько участков дороги там освещены новыми светодиодными фонарями. Осуществить чаяние жителей администрации удалось благодаря сотрудничеству с сетевой компанией. Подробности в нашем сюжете. Сосновка – центр социальной инфраструктуры для многих окрестных сел, потому качество и безопасность подъездных дорог к рабочему поселку очень важны. Так, систему освещения в считанные дни установили на въезде со стороны Челнавского лесхоза. Если говорить конкретно о этом участке, который на сегодняшний день уже оборудован и работает, введен в эксплуатацию, то по многочисленным просьбам жителей Челнавского лесхоза, а у нас большое количество жителей работает в рабочем поселке Сосновка, естественно, люди, особенно в зимнее время, возвращаться домой приходится в темное время суток. В поселке Челнавского лесхоза живут около 200 человек. Добираются до райцентра они теперь под яркими светодиодными фонарями. Свет хорошо рассеянный и мощный. Реализовать проект удалось при содействии Тамбовской сетевой компании. Мы как бы выполнили эту просьбу администрации района. В частности, вот здесь еще раз повторюсь, это протяженность на местности свыше двух километров. Мы установили здесь порядка свыше 40 светильников. С недавних пор свет появился еще над одним участком дороги. Теперь уже в самой Сосновке. Участок не такой большой, но очень важный. Здесь транспортная развязка, автобусная остановка и, самое главное, как видите, пешеходный переход. Участок темноты всего в 250 метров создавал большие проблемы для местных жителей. Теперь слепых и темных пятен в этом районе не осталось. Свет фонари бросают как на проезжую часть, так и на пешеходные дорожки. Я закрываюсь в 11, где-то минут 15-10-12 я уже отъезжаю от работы. И до этого было темно, да. Выходили, порог не освещается. И особенно в зимнее время. Гололед прошлый год был ужасный. Поэтому действительно намного лучше стало. В начале этого года в Дегтянском сельсовете, благодаря сотрудничеству администрации и ресурсопоставщика, за счет последнего также появилось освещение в 11 населенных пунктах. Павел Ярасов, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей. Встречу с деятелями культуры провел сегодня глава региона Александр Никитин. Диалог посвятили как созданию новых культурных объектов, так и развитию уже существующих. О том, с какими конкретно предложениями обращались к губернатору, расскажет Юлия Савушкина. Руководители региональных музеев, театров, школ искусств и библиотек, а также видные деятели культуры сегодня в стенах главной читальни области. Именно здесь назначена встреча с губернатором. Открывая диалог, глава региона отмечает, что чаще всего собираться в таком кругу представляется возможность в преддверии профессиональных праздников. Сегодня исключение встречи проходит в День финансистов. Впрочем, почти сразу Александр Никитин обращается к цифрам. Только за пять лет последних мы добавили к культуре больше, чем полмиллиарда рублей. Сегодня 1 миллиард 865 миллионов рублей в этом году направляется на развитие тех проектов, на реализацию тех проектов, да и вообще просто на поддержку обширной, разнокровенной сети учреждений культуры и искусства. Существенная поддержка поступает по линии федерального бюджета, но колоссальные средства, направляемые к своему обоснованию. Первое предложение, адресованное губернатору, продолжает тему финансов. О судьбе одной из красивейших. Усадеб региона беспокоится директор Асеевского музейного комплекса Лариса Булгакова. Сейчас День финансиста. Я просто не могу не сказать, что директор – это все. Это финансист, и менеджер, и уборщик в помещении. То есть все в одном. По поводу того, что мы работники культуры, как сохранить, приумножить, изучить, конечно, у нас с этим проблем нет. Всегда проблем, конечно, с финансированием. Очень большая просьба, я ее в тот раз высказала. Немного внимания к учреждениям культуры, которые расположены в памятниках, и являются объектами культурного наследия, и которые являются объектами туристического внимания. Глава региона берет предложение на заметку, после чего отмечает часто, куда острее вопросов финансового, стоит вопрос подбора компаний, которые специализируются на работах с памятниками архитектуры. К примеру, в областном центре, по словам Александра Никитина, насчитывается всего семь таких организаций. У меня есть определенное обращение из городов, когда они говорят, что нам это средство есть, а сделать никто не может. Расширить пол этих организаций, я думаю, что наряду с тем, что сроки, о чем вы говорите, должны быть удобными для подготовки как раз к туристическому силу, а во-вторых, еще непосредственно обещать организацию. От принимающей стороны, в свою очередь, звучит предложение о выделении средств на комплектование библиотек. Многие читальни, по словам директора, нуждаются в поддержке, приобретая книги, периодику и электронные ресурсы. В рамках встречи с деятелями культуры Александр Никитин также сообщил о выделении свыше 120 миллионов рублей из федерального бюджета на создание в Тамбове Центра культурного развития. Предполагается, что он станет репетиционной базой и площадкой для выступления ансамбля «Цвета радуги». Пообещал глава региона и проработать вопрос о ремонте или реконструкции здания Тамбовской куколки. В частности, поручение по этому поводу было дано профильному управлению. Завершая диалог, Александр Никитин отметил, что все предложения от деятелей культуры так или иначе не останутся без внимания. Юлия Саушкина, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей. Это то, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше информации на нашем сайте и в группах социальных сетей. Напоминаю, телефон нашей редакции – 56 46 48. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова